Давай вместе разберем задание 10. Первое задание в разделе «Чтение». Первое, с чего ты начинаешь – ты читаешь внимательно заголовки и пытаешься определить, уже предугадать, что именно может быть в содержании текста, к которому подойдет этот заголовок. Помни, что один заголовок все равно остается лишним. Первый заголовок «Building materials» сразу обращает твое внимание на слово «materials». Значит, скорее всего, ты услышишь конкретные названия тех материалов, из которых может быть что-то построено. Самый примитивный пример – это железо, кирпич, wood, brick или может быть что-то необычное, типа palm trees, пальмовые деревья. Второе утверждение «The longest on earth». Сразу задаемся вопросом, что может быть самым длинным на Земле? И если мы говорим о длине, значит, скорее всего, это какая-то величина, выраженная в виде числа. Не забывай, кстати, что обязательно в своих кимах, то есть в листочках, где само задание, ты также будешь обязательно подчеркивать все ключевые слова. Третье утверждение «Safe travel» сразу направляет нас в сторону видов транспорта, потому что путешествует обычно на каком-то транспорте. И слово «Safe» означает «безопасный». Значит, скорее всего, мы можем увидеть такие выражения, как «not dangerous», либо слово «protected», например, «защищенный». Четвертый заголовок «Designing a building» должен сразу нам намекнуть на то, что должна быть названа какая-то профессия, которая занимается дизайном. Скорее всего, слово «дизайна» там не появится. Значит, мы должны думать сразу о том, кто проектирует здание. Это «architect». Значит, ты себе записываешь как подсказку слово «architect», и также мы думаем о том, что будут названы какие-то конкретные действия при дизайне. Ну, например, покраска, расстановка, выбор места. Все эти слова ты будешь искать в текстах и не будешь читать текст досконально. Кстати, в четвертом утверждении также можно обратить внимание на слово «building», то есть, опять же, возможно, будут какие-то примеры различных зданий или их форм. Пятый заголовок «Invented by accident». «Invent» означает «изобрести». Есть похожее слово, которое означает «создать что-то новое». Это глагол «create». И очень важно здесь выражение «by accident», которое означает «случайно». То есть, это было не намерено, значит, скорее всего, в тексте будет какая-то ситуация описана, где человек не намеревался что-либо изобрести. И этот текст точно будет в прошедшем времени, потому что глагол «invent» у нас стоит с окончанием «иди». Шестой заголовок, скорее всего, будет отнесен к тексту, в котором рассказывается об удобствах какого-то жилья. То есть, наличие определенных комнат или какой-то мебели. И, возможно, мы будем искать слово «convenient», которое также означает «удобный». Только «comfortable» – это удобное в физическом плане, например, удобное кресло. А «convenient» – это может быть что-то удобное, например, в другом значении, то есть расписание удобное или удобный путь. Седьмой заголовок «how did they do it» должен обратить твое внимание на две вещи. Первое – это слово «did», которое относит сразу нас к тексту в прошедшем времени. И местоимение «they», то есть текст должен быть о каком-то множественном числе. Это может быть либо какая-то группа людей, либо животных, неважно, самое главное, чтобы мы могли главного персонажа заменить на слово «they». И поскольку задается вопрос, как они это сделали, скорее всего, в тексте будет присутствовать какая-то загадка. Загадка – это «mystery». Последний заголовок «why seasons change» обращает наше внимание сразу на слово «season» – «сезон» или «время года». То есть мы будем ожидать, что мы увидим разные названия времен года. «Winter», «summer», «autumn», «spring». И также нам, скорее всего, придется найти ответ на слово «why» и увидеть какую-то последовательность сезонов, потому что у нас здесь присутствует слово «change». Когда ты сейчас будешь просматривать текст, а я говорю просматривать, не читать, ты должен искать именно ключевые слова, которые мы с тобой оговорили. То есть пытайся просматривать текст, не прочитывать про себя каждое слово, а пусть твои глаза пытаются выкачать из текста самые главные слова, которые ты потом обязательно перепроверишь. И только тогда уже записывай свой вариант ответа. Напоминаю, что не обязательно идти по порядку, ты можешь начать хоть с середины, хоть с конца, если тебе проще, можно начать сначала, но обязательно в конце еще раз перепроверь свои ответы.